Здравствуйте! В эфире программа «Семь дней истории». В этот день мы рассказываем об основных событиях всемирной истории, которые произошли в XX веке. Меня зовут Александр Шубин. Тема сегодняшней программы – «Открытие Второго фронта». До 1943 года вся вооруженная борьба в Европе против фашизма по существу лежала на плечах Советского Союза. И, конечно, Сталин и другие советские представители постоянно требовали от союзников – «Ну, когда же вы, наконец, высадитесь в Европе?». Однако по этому поводу шли очень сложные переговоры. Союзники не торопились проливать свою кровь на главном театре военных действий. Более того, здесь были разные мнения. Президент США Рузвельт считал, что наиболее логично высадиться во Франции, таким образом наступать на Германию с двух сторон – с одной стороны союзники, с другой стороны Советский Союз. Сталин был согласен с Рузвельтом. Но Черчилль придумал другой план. Он считал, что нужно высадиться там, что он назвал «мягкое подбрюшье Европы» на Балканах. Если высадиться с этой стороны, то можно как бы отсечь Советский Союз, получить всю Европу в руки западных стран в случае поражения Германии. Однако Рузвельт возражал, ведь в этом случае Гитлеру будет легче отбиваться, когда напирают на тебя не с двух сторон, а по существу с одной стороны. Вот в этих переговорах по существу прошел весь 43-й год, и союзники даже попытались осуществить высадку, если не на Балканах, то тоже с юга в Италии. Итальянский опыт показал, здесь гитлеровцам действительно легко обороняться. В итоге, когда 1 декабря 1943 года руководители Великобритании, США и Советского Союза встретились в Тегеране, эту встречу назвали встречей «Большой Тройки», они договорились, все-таки второй фронт должен быть открыт в 1944 году во Франции. К этому моменту союзники по существу выиграли битву за Атлантику. Теперь они могли более спокойно перебрасывать силы из Соединенных Штатов Америки в Великобританию, где и накапливался этот ударный кулак. Армия генерала Дуайта Эйзенхауэра оказалась колоссальной. К высадке было готово 3 миллиона человек. Однако, тут в дело вмешалась погода. Весной армия была еще не готова, к лету готовилась высадка, но погода неблагоприятствовала ей, и в конце концов нервничать стали уже все. Сталин постоянно запрашивал Черчилля и Рузвельта, ну когда же, наконец. В этот момент готовился мощный удар по Германии в Белоруссии, и, конечно, было бы неплохо, если бы эти два удара произошли одновременно. И вот, наконец, 6 июня 1944 года гигантская трехмиллионная армия союзников высадилась в Нормандии. Субтитры создавал DimaTorzok На очень небольшом пятачке земли были сконцентрированы и парашютисты, и десант с моря. Одновременно прошли массированные бомбардировки немецкой армии вдоль побережья. Надо сказать, что из-за угрозы с Востока на Восточном фронте, конечно, находились основные силы Германии, поэтому здесь сопротивление в итоге оказалось быстро сломленным, и союзники стремительно двинулись на Париж. На этот раз хорошо показало себя и движение сопротивления. Французы восстали, они хотели как можно скорее сбросить себя, иго нацизма, и в августе 1944 года союзники вошли в Париж. Таким образом, второй фронт был открыт. Но одновременно успешно наступала и Красная Армия. 23 августа 1944 года из войны вышла Румыния под ударами Советской Армии и движения сопротивления. В сентябре 1944 года из войны вышла Болгария, которая перешла по существу на сторону союзников. Красная Армия вместе уже с румынскими и болгарскими частями развернулись на Югославию, где соединились с югославскими партизанами, и ворвались в Венгрию. Субтитры создавал DimaTorzok Гитлер метался, Гитлер прощался со своими союзниками, боясь, что они перейдут на другую сторону. Он даже сверг своего старого союзника адмирала Хорти в Венгрии. Но это не спасало. Кольцо армий, шедших с запада и с востока, сжималось. И становилось ясно, что гибель нацизма неизбежна. Но сам фюрер не смирился с поражением. К декабрю 1944 года он стал сосредотачивать силы против союзников, стремясь нанести им, может быть, и последний, но болезненный удар. КОНЕЦ КОНЕЦ